Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главная тема дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Многие боятся ехать в Баку на КОП-29. В цели безопасности делегации предоставят специальные телефоны. Новая ложь в Баку на кануне КОП-29. Азербайджан обвинил Армению в уничтожении кладбищ. То, что Азербайджан делает в Арцахе, это культурная фильтрация. Мер Степанакерта. Арам Чарык. Борец за свободу и изгнанник. Инноциты развития образовательных инициатив. Премьера фильма «Боевое братство». Герой Советского Союза Басген Аганесов. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 3 ноября с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армена Исаакян. Представив речь президента Республики Западной Армении Лития Маркусиан и председателя Национального совета Республики Западной Армении Армена Кабрамяна ко дню 30-летия Союза Армения во французском городе Буркле-Валанс. Президент коснулась эксистенциальной борьбы армянского народа, основанной на наследии выживших после геноцида. Отметив, все мы потомки, пережившие совершенный против армян геноцид. Вместо того, чтобы жить на своей родине, мы разбросаны по всему миру, как эмигранты. Борьба за наше право на существование жизненно важна. Это единственный путь к восстановлению нашей нации. Президент Армена Кабрамян подчеркнул, право на национальное восстановление имеет жизненно важное значение для существования армянского народа. Говорил о опасностях геноцида, призвал сохранять уважение к родине и бороться с непрерывными вызовами. Подтвердив, защита культурных ценностей является правом армянского народа на существование. Подчеркнув, мы, представители Западной Армении в ООН, поднимаем вопрос национальных прав. Европейским парламентариям поручено быть осторожными во время КОП-29 в Баку. Один из членов Европарламента, Майкл Блосс, сообщил Евроньюз. Перед поездкой в Баку им будут предоставлены одноразовые телефоны и ноутбуки. По данным азербайджанских СМИ, Блосс считает, что в Баку им было приказано пользоваться обычными телефонами, поскольку возможен слив личной информации из смартфонов. Советники по безопасности предупредили о возможности взлома наших устройств. Это мера предосторожности, основанная на личном опыте репрессии в регионе. Даже будучи членами Европейского парламента, мы не можем свободно общаться, не опасаясь контроля со стороны правительства. «Не все ясно. Азербайджан подавляет критические голоса и использует КОП-29 в качестве платформы для управления имиджем, а не для реального диалога», — отметил депутат. Ранее глава немецкой делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Франк Швабе заявил, что депутаты парламента и представители неправительственных организаций опасаются поездки в Баку. Накануне КОП-29 в Баку представители Баку вновь предъявили обвинение Армении. Депутат Мили Меджиса и председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алик Перли заявил, 450 из 600 кладбищ в 300 населенных пунктах Западного Азербайджана были полностью уничтожены, обвинив Армению, проводящую азербайджанскую фобскую политику страны. Азиз Алик Перли также подчеркнул территориальные претензии Азербайджана к Армении, указав на Западный Азербайджан, под которым Азербайджан подразумевает всю территорию Восточной Армении. То, что Баку делает в Степанакерте, это культурная фильтрация. Разрушая старые кварталы Степанакерта, пытается стереть армянский след со Степанакерта. Об этом бьет тревогу мер Степанакерта Давид Саркисян. Исторический облик нашего города стирается на глазах у международного сообщества. Цивилизованный мир также молча наблюдает за уничтожением целой цивилизации. В очередной раз общечеловеческие ценности и международное гуманитарное право подчиняются политическим интересам. До каких пор? Подчеркнем, 1 ноября – день установки памятника «Мы и наши горы», всем известного как памятник Дедо Бабо. Это главный символ Арцаха, судьба которого также туманна, учитывая антиармянскую политику Азербайджана. Арам Чарык, родившийся в Карине, Западной Армении, посвятил всю свою жизнь освободительной борьбе армян. Образование получил в Карине, в Агаршапате и Тифлисии, далее продолжил в Лептике и Париже. Статьи, опубликованные под кодовым названием «Изгнанник», подчеркивали дух свободы и национальной борьбы. После геноцида Чарык обосновался в Париже, где продолжал действовать во имя Родины. Он скончался в 1947 году, возвращаясь из Еревана. 28 ноября в 15.00 в Музее института геноцида пройдет мероприятие «Образовательные перспективы совершенного против армян геноцида». Прибывшая из Ругвая 17-летняя Фомина Фахарто представит свое эссе, посвященное памяти жертв совершенного против армян геноцида «Между признанием и молчанием». Ромина – победительница консурса «Сочинение в школах у Ругвая». Цент конкурса «Изучение темы геноцида и развития образовательных инициатив». Встречу выступят профессор Альдо Родригес и Хавьер Поладян. Принять участие могут ученики и учителя старших классов, предварительно зарегистрировавшись по телефону 098-69-0011. В Москве в Союзе армян России состоялась презентация нового сборника Рубена Пашиняна «На все четыре стороны» и премьера фильма «Боевое братство». Фильм посвящен герою Советского Союза, полковнику авиации, летчику-истребителю Вазгену Аганесову. Режиссер фильма Гарик Машкарян, продюсер и ведущий Рубен Пашинян. Вазген Аганесов родился 10 февраля 1920 года в селе Ором Артекского района Ширакской области. За всю войну Аганесов совершил 324 боевых вылетов, 75 в воздушных боях лично сбил 23 фашистских самолета. Аганесов ходил в символическую группу «Сталинские соколы». Так традиционно называли советских асов военно-воздушных сил. Ереванская премьера состоится 5 ноября в 19.00 по адресу улица Корюна, 21. Оставаясь верным своей миссии зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении. Дело ее доступной и понятной. Наша сила в единстве, вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую Родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Редактор субтитров А.Семкин